Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули для охоты от финской компании LAPUA. Сегодня я расскажу вкратце о пули линии MEGA, всем известной. У меня в руках пули в тридцатом калибре 7,83-308. Вес 150 грейн 9,7 грамм. Это классический софтпоинт SP. БК 0,330. Пуля, естественно, для охоты. Выпускается в пластиковых боксах по 100 штук. Как практически все пули от LAPUA. Вот так выглядит наше пуля. Пуля LAPUA MEGA. Это, в первую очередь, мягкая охотничья пуля с оболочкой из медного тунного сплава. Традиционная винтовочная пуля. Сердечник здесь свинцовый. Пуля подходит для всех видов охот. Естественно, в зависимости от веса пули, от калибра, на среднюю и крупную дичь. В принципе, пуля технологически довольно-таки старая. Начала она выпускаться еще в прошлом веке. Поэтому основной здесь функциональный, так скажем, сдерживающий фактор, который сдерживает сердечник в оболочке и, так скажем, фиксирует его там. Это обычное механическое соединение. Оно позволяет удерживать структуру пули в момент удара. Ну и обеспечивает более-менее положительное, так скажем, сохранение начального веса. То есть это классическая SP. Классическая SP без всевозможных прогрессивных примочек. Типа там сплавление свинца с оболочкой, там кольца интерлок и так далее. Ну это, в принципе, вот на сегодняшний день, на сегодняшнее время одна из самых заслуженных полуоболочек, которая, так сказать, десятилетия служит охотникам, да, и зарекомендовала себя в первую очередь как надежная пуля. На охоте это бывает очень важно. Вот такую я приспособку тут придумал, чтобы вам моя рука не мешала смотреть на поле. Сейчас конкретно мы ее рассмотрим. Значит, пуля у нас имеет плоское основание. Ну, как, в принципе, практически... Во-первых, все Меги имеют плоское основание в любом калибре. По большому счету, пуля предназначена для работы на ближнюю, там, до 200 метров дистанцию, и ей основание БТ, оно, в принципе, не нужно. Носовая часть у нас здесь имеет слегка, так скажем, заостренную форму. Сам нос у нас плоский, то есть не круглый, не острый, а плоский. Хотя в данных, да, по пуле, флэт нос, фен не прописан, да. То есть у пули присутствует каннелюра, вы видите, которая позволяет делать качественный кримп, обжимку при сборке боеприпаса. Ну, и опять же, является тем самым механическим соединением, о котором я вам говорил, которое фиксирует свинцовый сердечник в оболочке. Ну, лично мне, как бы, нравится пуля этой линии от Лапова. Не слушал я ни от кого, чтобы были проблемы с этой пулей. Стабильно отрабатывает в лесополосе. По большому счету, предназначена пуля для работы на дистанции до 150-200 метров. Ну, для загонных охот в основном, да, то есть для лесной работы в лесу, где возможны помехи от кустов, мелких веток, травы и так далее. Вообще, пуля от финских производителей для охоты, да, софтпоинт, таких как Сака, Лапова, не один десяток лет востребована у охотников, в первую очередь из-за надежности. Ну, я опять-таки говорю о пулях линии Мега от Лапова и Хаммерхед, и Супер Хаммерхед от Сака. Причем охотники со стажем, наверное, помнят такую пулю Мир, да, и вот могут ловить связь. Вот, ее с производства сняли, Лапова не возобновила, но компания Сака стала выпускать пули линии Супер Хаммерхед, да, то есть они... Внешне очень, внешне похожи. К сожалению, пули Мира уже ни у кого нет, поэтому показать я вам ее не могу. Вот, ну, как она вот выглядела, вы можете посмотреть на примере пули Супер Хаммерхед, да. Наша пуля идеально подойдет для охоты на среднюю, в первую очередь среднюю дичь, ну, и, возможно, крупную, да, но, опять-таки, без энтузиазма. Лучше всего отработает она в 308-м венчестере, вот, по отзывам до 200 метров все просто изумительно. Ну, в 30.06 тоже ее берут, но для последнего она слегка легковата, мое такое мнение. По дистанции, опять-таки, до 200 метров я вам озвучиваю, но это, опять-таки, из отзывов, да, кто-то тут мне рассказывал, из постоянных покупателей, кто на 250, с 30.06, 12-граммовый работает. Ну, просто пуля не имеет, так скажем, определенной должной настильности, да, то есть, быка у нее слабоват, и для точного выстрела, конечно, большая дистанция, она может быть для нее проблемой. Сама компания Лапо реализует боеприпасы с этой пулей, да, только в калибре 308-м венчестер. Ну, с другой стороны, в 30-м калибре у Лапо всего, по-моему, два боеприпаса, это 308-м и 30.06 спринтфилд. Для 300-го винмага пуля это, ну, я думаю, не подойдет, да, то есть, на 300-м берут тоже меглую, но 401-м, она тяжелая, 13-граммовая, ну, хотя, вот, для меня 300-й винмаг, это такой калибр дальнобойный, да, то есть, туда пуля лучше понастильней, потому что и дистанции побольше, и быка получше, потому что, что 401-я, да, что 415-я, вот, мега, они, ну, не ближе от быка, это пуля для таких охот не на большие дистанции, так скажем. Хотя, вот, для 300-го винмага берут, вот, именно 401-го у меня, ребята, вот, ну, тут, как бы, хозяин-барин. Ну, осталось добавить, что в 30-го, вот, точнее, линия мега, да, от лапы, она присутствует у нас только в 30-ке, в калибре 6,5 мм и в калибре 9,3 мм, 366-й, ну, вот, 6,5 и в 9-ке только по одной развесовке, да, то есть там один вес, а в 30-ке у нас здесь присутствует аж целых 3 модификации в весовых категориях. Ну, опять-таки, это пуля самая лёгкая в 30-м калибре, да, 9,7 грамм, остальные все потяжелее. Ну, осталось сказать, какая длина у нашей пули. Длина пули 23,93 мм, ну, и совершим контрольную взвешивку. Поехали. Первая пуля 149,9 грейна, естественно. Третья пуля 149,9 грейна. Четвёртая пуля 149,9 грейна. Пятая пуля 149,8 грейна. Ну, давайте ещё одну. 150 грейна ровно. Ну, здесь 0,2 грейна у нас гуляют, но, опять-таки, 0,1 грейн погрешность весов, возможно. Ну, и, опять-таки, предназначение пули, это пуля для охоты, это не матчевое пули. То есть, в принципе, не зеро, не зеро. Матчевые пули, конечно, у компании Лапо иногда вообще в зеро бьются. Но, всё равно, хороший результат. Спасибо большое, друзья, за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Хороших вам охот, удачных точных стрельб. Берегите себя. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова